Отношения между мужчиной и женщиной в современное время могут заканчиваться как свадьбой и счастливой семейной жизнью, так и расставанием. Это может стать травмой для кого-то из них. Но более печально, когда за разрывом пары стоят жизни детей. Совершенно неудивительно, что среди таких позорных рейтингов лидерства, как пьянство, стабильно первое место в мире, смертность от алкоголизма, употребление героина, курение, убийство среди молодых людей, Россия занимает лидирующие позиции по количеству абортов. Ежедневно более 22 тысяч женщин в России делают аборт. Каждая пятая из них подросток в возрасте от 10 до 18 лет. В Российской Федерации количество абортов в два раза превышает рождаемость. В Якутии на каждые 100 родов приходится 72 аборта. При этом мы не относим себя к странам третьего мира, в число которых входят страны Латинской Америки и Африки, где аборт женщинам разрешен только при угрозе жизни или здоровья. Еще в 19 веке итальянский юрист Рафаэль Балестрини сказал самым верным доказательством того, что некий народ дошел до крайней точки своего нравственного падения, будут те времена, когда аборт будет считаться делом привычным и абсолютно приемлемым. В наше время, когда средства контрацепции доступны для любой пары, 57% всех беременностей заканчивается абортом. Нужно, чтобы женщины, а также особенно мужчины, понимали, что абортов без последствий не бывает. Осложнения у абортов могут быть непосредственно в день аборта происходящие, могут быть отсроченные, то есть происходящие в течение 42 дней после родового периода. И официальную статистику, как говорят сами врачи, можно смело умножать на 4. В мире аборты ежегодно делают примерно 55 миллионов женщин, а около 70 тысяч женщин ежегодно умирают от различных осложнений. Осложнение – отдаленная, самая большая группа, которая на протяжении всей жизни будет преследовать женщину. К этим осложнениям относятся бесплодие, невынашивание, что связано прежде всего с тем, что матку в время аборта, хирургического аборта, который наиболее опасен, изнутри выскабливают металлическим острым ножом в виде петельки. И матка в будущем лишается рецепторного восприятия. Она будто теряет свои глаза и уши, поэтому снижается процент возможности забеременеть и выносить ребенка. У 30% женщин, совершивших аборт, развиваются гинекологические заболевания. Воспалительного характера осложнения. То есть здесь происходят воспалительные процессы с частотой до 30%, начиная от уровня непосредственно матки. Далее воспалительные процессы поднимаются до труб, яичников, брюшины малого таза, полностью брюшной полости. И последний уровень – это сепсис, или как его в народе называют, заражение крови. При этом осложнении смертность достигает 70%. И это только малый перечень. Любой аборт представляет собой серьезную психологическую нагрузку на женщину и ее родных. Поэтому с 2007 года в Российской Федерации вышел приказ о ведении обязательной консультации с психологом перед абортом. Но из-за нехватки специалистов кабинеты психологов во многих регионах стали только появляться. В мирном такой кабинет действует полгода. Молодежи очень мало. Очень мало молодежи. Больше поколения идет женщины от 30 до 40 лет. Практически все консультируемые соглашаются, что аборт – это плохо. Но отказываются от этого поступка только 30%. В марте месяце, приходя женщина, говорит о том, что мне рано пока беременеть. Я вот на лето планировала. Сейчас я убью своего ребеночка, а летом мы забеременем еще. Убивая своего ребенка, женщина не решает свои проблемы. Проблемы в ее жизни, они не решаются. Ипотека, она не заплатится, если ребенка, к примеру, убьют. И такую неутешительную статистику привела, в пример, психолог. Женщина, сделавшая аборт один раз, прерывает беременность и в дальнейшем не единожды. Если женщина убивает своих детей, как тараканов, как клопов убивает, о чем можно говорить? Это не война, это не преступник. Так за что его убивать и как можно относиться после этого к женщине, которая совершает убийство? На 18-21 день от зачатия у эмбриона начинается первая пульсация крохотного сердечка. К пяти неделям трехкамерное сердце уже сформировалось, и мама может прислушать биение на УЗИ. К восьми неделям плод чувствует боль. У него сформированы все органы, и теперь он только растет. Аборт же можно делать до 12 недель. Вот так выглядит плод на этом сроке. Раньше аборты можно было делать, да и сейчас по некоторым показаниям до 22 недель. Это вот такой полноценный, но пока еще маленький ребенок. В настоящее время аборты разрешены практически во всех странах, но в некоторых в силу социальных и религиозных особенностей запреты на аборт не отменили. Что же говорит христианская вера, самая распространенная в России со времен Древней Руси по этому поводу? Если мы обращаемся к такому духовно-нравственному кодексу церкви, прямо звучит не убей. А древние церковные каноны повелевали женщину, которая делала, ну, женщину, которая, естественно, являлась христианкой, которая делала аборт, мужчину, который давал на это даже молчаливое согласие, не говоря уже на то, что он толкал женщину к этому, отлучать от церкви на 15-20 лет. В России же и религиозные женщины идут на такой шаг, как аборт. Церковь же только при одном условии оправдывает аборт. Это когда есть стопроцентная, ну, не стопроцентная, а очень высокая вероятность того, что есть угроза жизни самой матери. И при условии уже, что у матери есть уже несколько детей. Почему же христианки идут на такой шаг, что ими движут за свою священческую практику? Отец Владимир встречал много оправданий такого поступка. Я вот зачастую женщинам, которые, может, до конца не понимают ужас того, что они сделали, я им всегда говорю, вы понимаете, что вам за пределами нашей земной жизни придется встретиться с этими детьми. И вот вы посмотрите им в глаза, и они вам скажут, мама, а за что ты меня убила? Говорят, и все те оправдания, которым вы сейчас пытаетесь оправдаться, там, нищету не хотелось плодить, там, жилплощадь не позволяла, доучиться нужно было. У меня уже было один, двое или трое детей, поэтому этот уже лишний был. Вы, говорю, понимаете, когда вы будете это смотреть в глаза своему ребенку, вот, все эти оправдания, которыми вы пытаетесь оправдаться сейчас, насколько тогда они покажутся мелочными, ничтожными. Однако есть ведь и медицинские показания, по которым врачи порой настоятельно рекомендуют прервать беременность в случае аномалий развития плода. Вот уже больше 20 лет служу. Было множество случаев, когда медики или врачи рекомендуют делать аборт по медицинским показаниям. Женщина проявляет определенную стойкость, определенную настойчивость, не идет на аборт, рождается замечательный, хороший ребеночек. И отец Владимир поведал историю из личного опыта, историю своей семьи. Он со своей супругой сам когда-то столкнулся с такой настоятельной рекомендацией. Первое мое чадо, жена моя, когда была беременна на третьем месяце, заболела краснухой. Вот, естественно, все врачи в один голос сказали, что никаких вариантов, только аборт. Мы проявили где-то волю, проявили веру, молились Богу, и слава Богу, сыну уже 20 лет. Почему же врачи дают такие рекомендации, врачи, знающие о том, что жизнь человека, как биологического индивидуума, начинается с момента слияния ядер мужской и женской клеток, как отметил доктор биологических наук, заведующий кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ Владимир Галиченков. Может быть, это будет очень жестко звучать сейчас в эфире. Когда я служил в Айхале, у меня была прихожанка, она в прошлом сама врач-гинеколог. Она говорила, что, к огромному сожалению, зачастую врачи поступают по принципу «нет человека, нет проблемы». А проблемная беременность требует более тщательного наблюдения и контроля со стороны врачей. В такую ситуацию попала наша героиня, Виолетта Максимова. Врачи поставили страшный диагноз ее малышу. У ребенка гидроцефалия, ребенок болеет у нас. Сказали, девочка не выживет, что мозг не растет совсем. Поэтому сказали вызывать роды. Да, я отказалась. Я написала отказ. Виолетта вместе с супругом решила бороться за жизнь своей малышки. Они надеялись, что диагноз не подтвердится. Но, к сожалению, обследование в Якутске дало такой же результат. Я всегда была против аборта. То есть, ребенок во мне живет, он дышит, сердце бьется. Поедем в Якутск на операции. Созданная при Мирнинском храме организация помогла уже многим женщинам Мирнинского района. Кто-то приходит сам, о ком-то рассказывают знакомый. Мир тесен. И в нем много добрых и отзывчивых людей. Таких, как Ирина и Светлана. Общественной деятельностью мы занимаемся. В плане пропаганды семейных ценностей. Ведем лекции в школах. Но не только лекции и беседы проводят члены общественной организации «За жизнь». Они поддерживают будущих мам, попавших в сложную жизненную ситуацию. И оказывают непосредственно материальную помощь тем женщинам, которые в этом нуждаются. Одной из женщин мы вместе с приходом, кто-то пожертвовал какие-то свои вещи для нее, где что-то у нее не хватало, где-то из бытовой техники. Мы приехали, установили. Но мы еще встретили, ну у нее родственников не было. Мы ее встретили в роддоме. Как бы приняли малышку. Была у нас первая спасенная наша девочка. Держать в своих руках этот маленький беззащитный комочек, который без тебя не сможет прожить и дня. Наблюдать за его первыми успехами. Делать с ним вместе первые шаги. Радоваться его первому произнесенному слову. Учить стих, играть в мяч. Это счастье дано не каждому. Семь миллионов россиянок не могут познать материнство и заранее сделанных абортов. Наша следующая героиня никогда не задумывалась об искусственном прерывании беременности, несмотря на то, что ее первень не сродилась с отклонениями. Свернули шею во время родов. И тихо это все как-то умолчалось. Все очень в карточке было записано хорошо. Пока в полтора месяца не выявился такой результат печальный, как судороги начались. Кислородное голодание. Но несмотря на такой случай, в семье еще появились дети и не только свои, но и приемные. 77% мотивов абортов сегодня просты. Не готовы стать матерью в настоящее время. Такое объяснение сложно понять женщинам, которые на своем веку пережили страшные отголоски Великой Отечественной. Лима Кирилловна родом не из детства, а из войны. Я вот помню, когда мы в школу пошли, первый класс в 47-м году. И дети в обморок падали от голода. То один, то второй и учительница нас отпаивала кипяточком. Потому что дети были очень слабые и голодные. А ее юность прошла в кирзовых сапогах, в еще палаточном мирном. Сегодня она ведет активный образ жизни, помогает нянчиться с внуками и правнуками. Она мать троих детей. Ну я хочу сказать, что вот у меня сколько было, столько я и рожала. Было бы 10, я бы и 10 родила. Я считаю, что это преступление. И потом, сколько Богом тебе дано, столько и будет. Сколько бы ты не желала, и сколько бы ты что-то не делала. Если Боженька тебе даст, оно будет. Не даст, не будет. Что же считают мужчины по поводу абортов? Ведь они как-никак тоже причастны к зарождению их будущего ребенка. У Александра трое детей. Отношения, конечно, негативные. И причем в данное время многие мужчины перекладывают ответственность на женщин. Хотя большую половину должны они брать на себя. Мама! Папа! Папа! Еще в прошлом веке советский российский поэт Александр Городницкий сказал, есть в природе знак святой вещи, ярко обозначенный в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. И какие бы направления в современном мире не преобладали, феминистическая или child-free, историческую память не сотрешь. Самое ценное имя для женщины – это имя «мама» на всех языках и на речиях мира. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Вадим Ларионов, Мирный, Ленск.